МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на телеканале ИТВ в студии Марина Павлова. Руку помощи Симферопольскому району протянула Ленинградская область. Были 8 мощных дизель-генераторов. Мы не могли ждать, потому что Крыму электроэнергия нужна была сейчас. Почти две недели перебои с интернетом на полуострове. Надо ли платить за этот период? Конечно же, провайдеры должны брать деньги за те услуги, которые не предоставляют. Если услуги не предоставлялись, то и брать деньги – это неправильно и неверно. Россия после воссоединения с Крымом и Севастополем заявила о себе как сильное и самостоятельное государство с тысячелетней историей и великими традициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями и общими целями. Об этом сегодня в своем ежегодном послании к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Начало своей речи президент посвятил борьбе с терроризмом. Начать послание этого года хочу со слов благодарности российским военнослужащим, которые борются с международным терроризмом. Сегодня здесь, в Георгиевском зале, историческом зале русской воинской славы, присутствуют боевые летчики, представители вооруженных сил, участники антитеррористической операции в Сирии. Присоединиться к нам нашли в себе силы и Гелена Юрьевна Пешкова, и Ирина Владимировна Позыныч, которые потеряли своих мужей в войне с террором. Низкий поклон вам и родителям наших героев. Прошу почтить память наших солдат, которые отдали жизнь, выполняя свой долг. Память всех российских граждан, погибших от труп террористов. Также говорилось об основных направлениях социально-экономического развития, защите малого и среднего бизнеса, развитии и модернизации системы здравоохранения, образования, необходимости продления программы материнского капитала. В следующем году истекает срок действия программы материнского капитала. Она уже охватила более 6,5 миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, и в Севастополе. Но мы понимаем, что всех этих наших усилий пока недостаточно, чтобы залечить демографическую рану прошлого, которую получила Россия. Конечно, мы понимаем, насколько это сложно для бюджета. Это большие серьезные средства. И мы говорили раньше, что мы должны будем посчитать, сможем ли мы, как финансисты говорят, это вынести, сможем ли мы это все надежно гарантировать и оплатить. Можем, несмотря ни на какие проблемы. Считаю, необходимо продлить программу материнского капитала еще как минимум на два года. Крымчане, несмотря на перебои с электричеством, тоже имели возможность посмотреть на обращение президента. На площадях или в центрах городов шла прямая трансляция. Несмотря на легкий морозец, с симферопольцев перед экраном собралось немало. Никого не удивило, что президент в ежегодном послании не стал акцентировать внимание на Крыме. Его основные проблемы уже решены. Крым по-прежнему остается в приоритете, но подтверждением того можно считать вчерашний прилет президента для запуска энергомоста. Естественно, те ресурсы, которые есть в Российской Федерации, они дают о себе знать. И выход из сложнейшей энергетической ситуации, которая в Крыму и в Симферополе, благодаря помощи регионов, федерального правительства, при всех сложностях мы выстояли, мы запускаем отопление. Надеемся, что там до пятницы все дома многоквартирные будут у нас с теплом. Мы победили. Энергомосты из Кубани в Крым запущен. Старт работе дал лично президент Владимир Путин. Для этого он прибыл в Крымэнерго. Крымская энергетическая система готова к соединению с Единой энергосистемой России, готова принимать нагрузку и включать потребители. Сейчас пойдет на полный объект. Спасибо, поздравляю. Приключение потребителей к Крымской системе покажем. Таким образом, энергетическая система Крыма стала частью единой энергосистемы Российской Федерации. Благодаря ускоренному запуску первой очереди энергомоста полуостров уже получил 230 мегаватт электроэнергии. До 20 декабря должен получить еще столько же. Распределят ее так. Основная часть пойдет на Керченский полуостров, Судакский регион, Феодосию, Белогорск. Это позволит высвободить и перераспределить мощности Симферопольской ТЭЦ. К маю в Крым должно быть направлено еще 400 мегаватт по энергомосту из Кубани. Президент России Владимир Путин поручил к началу летнего сезона полностью заместить в Крыму электроэнергию, ранее получаемую из Украины. В Симферопольском районе благодаря Ленинградской области энергетическая проблема решена на 10%. 8 дизель-генераторных установок общей мощностью 1300 кВт сегодня прибыли в Крым. В положении ЧЭС куманитарная помощь стала своевременным и жизненно необходимым подарком. В свою очередь, Симферопольский район обратно пустыми фуры не отпустил. Четыре фуры с бесценным на сегодняшний день для полуострова грузом проделали длинный путь от Ленинградской области в Крым. Дорога заняла три дня и уже сегодня Симферопольский район встречает гуманитарную помощь. 8 дизель-генераторных установок, 3 из них мощностью 3 кВт, 2 – 120, по одной – 128 и 220 кВт и самая мощная – 500 кВт. В положении ЧЭС Ленинградская область генераторы подарила. Теперь все они в ведении в Симферопольского района. Администрация в ближайшее время распределит их на самые необходимые объекты. Одно известно точно – часть энергоустановок отправится на обеспечение водоснабжения, теплоподачи и в некоторые сельские советы, а другую часть отдадут сельхозпроизводителям. Хотелось бы выразить большую благодарность жителям Ленинградской области и лично губернатору Дрозденко Александру Юрьевичу за ту помощь, которую они оказывают Симферопольскому району. Спасибо нашим побратимам с Ленинградской области, что они отнеслись с пониманием к той ситуации, которая на сегодняшний день, к сожалению, сложилась в Крыму. Поэтому спасибо им за то, что они обеспечат наш район частичной электроэнергией. Я думаю, эта помощь своевременно и просто необходима для всех жителей района. Как только Ленинградская область узнала о нужде Симферопольского района, губернатор Александр Дрозденко принимает оперативное решение – снять резервные генераторы с районов и направить их на полуостров. Импортного производства последних трех лет выпуска энергоустановки начали готовить к отправке. Был создан штаб по проверке, подготовке и формированию колонны. В течение пятницы, субботы, воскресенья готовилась, проверялась и готовилась колонна. В понедельник в 12 часов дня колонна, загруженная восьми дизель-генераторными установками тронулась из Тосно Ленинградской области. Мы не могли ждать, потому что Крыму электроэнергия нужна была сейчас. И поэтому было принято такое решение. Те районы, которые выделили, им будут закуплены новые установки и распределены в те районы. На добро ответили добром. Обратно в Ленинградскую область фуры пустыми не пойдут. Одну из них загрузили яблоками, которые выросли на земле Симферопольского района. Две тонны фруктов отправят сегодня в знак благодарности. Что касаемо детских садов, школ, интернат, может быть, правительство уже разберется, правительство Ленинградской области, кому выделить эти яблоки, фрукты, передадим детишкам, чтобы они тоже порадовались. Уже завтра, как и пообещала Ирина Бойко, все генераторы запустят в работу на самых социально важных объектах Симферопольского района. Юлия Попович, Роман Ананим, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район. Детская молочная кухня Симферополя приостановила свою работу. Министерство здравоохранения подписало соответствующий указ. Рекомендацию дало Управление Роспотребнадзора. Связано это, как пояснили в ведомстве, с перебоями энергоснабжения. В связи с этим технология производства молочной продукции может быть нарушена. К тому же в таких условиях сложно простерилизовать посуду для детского питания. Все это может привести к массовым отравлениям. Как объяснила Роспотребнадзора, с учетом того, что на молочной кухне отсутствует бесперебойное электроснабжение, то приготовление хранения тамошней продукции проводится с нарушением требований санитарного законодательства. То есть если выключает свет, грубо говоря, вся продукция молочной кухни, порошки, кефирчики и так далее, они будут приготовляться, если их готовить с нарушением технологических требований и санитарных норм. А это, в первую очередь, в главных, чревато для здоровья наших деток. Дорогие и уважаемые мамочки наши симферопольские, в первую очередь мы надеемся на ваше понимание и терпение. И думаю, что забыта о здоровье ваших детей – это обоюдный интерес. Между тем, молочная кухня уже получила дизель-генератор и должна возобновить работу в ближайшее время. Этот вопрос сегодня решается на вечернем заседании штаба по ликвидации ЧАЭС. С так называемым концом света в Крыму наступил и конец интернета. Распределительные узлы провайдеров по всему полуострову прекращают работу согласно графикам отключения электроэнергии. Сотни тысяч абонентов в результате теряют последнюю возможность получать какую-либо информацию о событиях в республике. Почти две недели люди нестабильно получают интернет-услуги, а между тем, плату за этот период с них требуют. Юрий, как и большинство жителей Крыма, блэкаут переживает без интернета. И это несмотря на то, что в ее доме есть электричество от собственного генератора. В начале каждого месяца он исправно оплачивает услуги. Но сейчас, по факту уверен он, надо заплатить только половину. Однако интернет-провайдер так не считает. Перерасчет они не хотят делать, так как говорят, что не по их вине в условиях ЧАЭС никакого перерасчета они не намерены делать. С этой проблемой столкнулись сотни тысяч крымчан. Интернет-провайдеры на многочисленные обращения разводят руками и ссылаются на чрезвычайное положение. Однако правительство настоятельно рекомендует пересмотреть свое отношение к абонентам. Конечно же провайдеры должны брать деньги за те услуги, которые не предоставляют. Если услуги не предоставлялись, то и брать деньги это неправильно и неверно. И крупнейшие наши операторы, они на эти условия пошли. Кроме того, мы пошли на то, что в этих условиях не стали отключать абонентов, у которых есть задолженные услуги связи. Потому что мы понимаем, что иногда даже пополнение счета, скажем, в банкомате, который не обесточен, является достаточно проблематичным. Решить эту проблему можно, в первую очередь, при помощи генераторов. Коллеги и коммерсанты, они должны понимать, что предоставление стабильных услуг, это их, прежде всего, головная боль. И они же видели, какая есть ситуация, мы же к ним обращались. И не такие, как правило, нужны мощные генераторы, чтобы эти сети поддерживать в стационарном режиме. То есть достаточно там вполне, не сильно мощных генераторов. Поэтому коммерсанты вполне могли бы со своих прибыли приобрести себе, поставить их и обеспечивать бесперебойную подачу того же интернета своим абонентам. Правда, владельцы интернет-компании не спешат тратиться. Поэтому крымчанам остается уповать на то, что после поступления электроэнергии с Кубани время подачи электроэнергии вырастет и, соответственно, появятся интернет и Wi-Fi. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В связи с введением на территории полуострова режима чрезвычайной ситуации из-за ограничения энергоснабжения МВД по республике Крым вдвое увеличило количество полицейских нарядов. Усилены меры по обеспечению безопасности граждан. Сейчас на улицах городов и районов несут службу 657 нарядов и постов, что составляет более тысячи сотрудников полиции. Около 200 сотрудников ГИБДД следят за безопасностью дорожного движения. На оживленных перекрестках работают регулировщики. Также для охраны общественного порядка задействовано 285 военнослужащих внутренних войск. Круглосуточный дозор вместе с полицейскими осуществляют и представители народного ополчения. Спасателями МЧС развернуты городки жизнеобеспечения. В настоящее время в республике Крым усилена охрана объектов органов государственной власти, дипломатических представительств, топливно-энергетического комплекса, а также других объектов жизнеобеспечения. Сотрудники полиции систематически проводят рейды, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения общественного порядка, в том числе распития спиртного и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Стоит добавить, что правительством республики Крым принято решение о запрете реализации алкогольной продукции после 17 часов. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях за распитие алкогольной продукции в общественных местах предусмотрено наложение штрафа от 500 до 1500 рублей. За появление в общественных местах в состоянии опьянения предусмотрено наложение штрафа от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Патрули оперативно реагируют на заявления граждан о происшествиях и незамедлительно выезжают на вызов. По заявлению симферопольцев, шумные нарушители установлены, с ними полицейские провели беседу. Во время патрулирования сотрудники полиции на улицах Симферополя раздавали прохожим визитки с номерами телефонов доверия МВД и горячей линии. Крымчане с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Не страшно, охрана порядка нормальная, в норме, патрули видели, прекрасно. Мы им доверяем. Да, доверяем. Ну, что еще можно сказать? Обстановка стабильная, то есть каких-то проблем мы не видим. Не наблюдается, да. Все хорошо. Власти сделали все, что возможно на сегодняшний день. Нормально, никто не боится. Вполне. У нас и темно, и света нет. Я могу, как профессионал оценить все, я сам милиции проводил много лет и смотрю на уровень. Я этого никогда не влашу патрульно-постовых, столько по центру, все время украинское здесь, что хотели творить. Сейчас в порядке. Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры по недопущению нарушений правопорядка и обеспечению безопасности граждан. За период энергоблокады Крыма случаев грубого нарушения правопорядка в республике не зафиксировано. Марина Павлова, Служба новостей и ТВ. Во второй части выпуска вы увидите. Со следующего года должников лишат права управлять автомобилем. Чтобы не попасть в должники, зайдите на наш сайт, есть банк исполнительных производств, там вы можете себя увидеть и прекратить всякие действия наших приставов. Юристы отмечают свой профессиональный праздник. Остаться водителем или стать пешеходом. Выбирать теперь должникам. В начале следующего года их будут лишать прав на управление любым транспортным средством в случае непогашения задолженностей. Нововведение было внесено в законодательство Российской Федерации недавно. Вступит оно в силу 15 января будущего года. О новом законе рассказали сотрудники Федеральной службы судебных приставов, алименщикам и съемочной группе ИТВ. Если вы по той или иной причине не выплатили свои долги, срочно узнайте о них и покончите с проблемой раз и навсегда. Со следующего года законы для крымских должников ужесточились. С 15 января у них появятся все шансы лишиться прав на управление любым транспортным средством. Для наших крыльчан я хочу сказать одно, чтобы не попасть в должники, зайдите на наш сайт, есть банк исполнительных производств, там вы можете себя увидеть и прекратить всякие действия наших приставов. Ни много ни мало на полуострове таких пруд-пруди. Всего около 10 тысяч должников. Ко всему прочему, большая их часть попадает под категорию алименщики. Угодить под санкцию нового закона можно при наличии долга, который перевалил за сумму в 10 тысяч рублей. В рамках исполнения данного федерального закона будет носиться такая ограничительная мера, дополнительная, как ограничение права управления транспортным средством должниками, конкретно по алиментной категории, морально-материальный ущерб, причиненный вреду и здоровье и административный штраф. В очередной раз судебные приставы напомнили нерадивым родителям о их долгах. К примеру, этот мужчина. Для съемочной группы он предпочел остаться инкогнито. Однако это дело не меняет. Видеться со своим ребенком редко к воспитанию отношения не имеет. К слову, и законные алименты платить не спешит. На сегодняшний день его долг превышает сотню тысяч рублей. Хотела бы у вас узнать причину неисполнения решения суда и неоплаты алиментов. Работал я официально, выплачивал, потом остался безработник. Оплачивал по мере возможности. Как появлялись средства, так и старался платить по мере возможности. Причиной регулярных невыплат алиментов стала безработица. Внимательно выслушав пристава, мужчина дал обещание найти в кратчайшие сроки себе работу и погасить долг. В случае неуплаты вами алиментов и задолженности свыше ста тысяч, мы вынуждены будем привлечь вас к уголовной ответственности, в случае того, если вы не будете погасшать сумму задолженности по алиментам. Учитывая тот факт, что все-таки ежемесячно какие-то платежи у вас поступают. Есть, есть. Учек есть. По мере возможности я оставаюсь платить. Пока только вас предупреждаем по поводу того, что в случае неуплаты алиментов, возможно, будет применена к вам такая мера, как привлечение вас к уголовной ответственности. А вот и подобная ситуация. Этот мужчина также отказался представиться. Разница между первым и вторым должником лишь в сумме. 240 тысяч. И это еще не предел. В ближайшее время ему неоткуда взять такие деньги на погашение долга. Вам сейчас будет вручено требование о обеспечении свободного доступа в данное жилое помещение с целью проверки имущественного положения. Когда вам будет удобно обеспечить свободный доступ, чтобы мы могли пройти и проверить имущественное положение. В случае выявления какого-либо имущества, принадлежащего вам, оно будет описано, арестовано и передано на реализацию. Со своим чадом видится также редко. Решить проблему алиментов полюбовно с бывшей женой не может, отношения уже давно не те. Однако судебные приставы беспристрастны. Мобильный телефон, по которому вы разговаривали, Да. Давайте, наверное, пройдемся, ставим актомиси. Это будет первое имущество, которое мы будем передавать на реализацию. А также предупредили о нововведении в законе. У вас уже имеется ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. У вас частично на то имущество, которое выявлено, наложен арест, я так понимаю, это телевизор, правильно, передано на реализацию. Предупреждение по 157 статье у вас есть. И в дальнейшем, после 15 января, в случае непогашения вами задолженности, у вас будет вынесено такое ограничение, как пользоваться своими правами. Все-таки остаться водителем или стать пешеходом – дело каждого должника. Стоит сказать, что новый закон имеет и исключение. К примеру, в случаях, если транспорт является средством, приносящим доход должнику. Или же, если он является инвалидом. Эвелина Белошапко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Из украинского Геническа в Крым пытались провести 200 килограммов сыра неизвестного происхождения в автомобиле. Продукты питания были выявлены на пограничном пункте Джанкой инспекторами управления Россельхознадзора. Было установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и разрешение на ввоз продукции. Товар неустановленного происхождения и сомнительного качества не был допущен в Крым. Небезопасный сыр, который намеревались реализовать жителям Джанкуя, возвращен на территорию сопредельного государства. День памяти неизвестного солдата почтили церемонии возложения венков к мемориалу Вечного огня первые лица республики. Мероприятие настолько значимое, что провели его, несмотря на действующий на территории полустава режим чрезвычайной ситуации и связанный с этим запрет на проведение массовых мероприятий. В Крыму уже не один год действует государственная программа по розыску и перезахоронению неизвестных героев Великой Отечественной войны. В этот день представители крымской власти еще раз напомнили о значимости этой работы, а также отметили, что и в будущем эта программа получит всю необходимую государственную поддержку и финансирование. В прошлом году в Российской Федерации было принято решение отмечать день неизвестного солдата. Это день памяти воинов, которые погибли в мирное время, защищая нашу страну. Вот Олег Пешков, герой России. Вечная память и слава этому человеку, который в мирное время отстаивает интересы Родины за рубежом. Поэтому считаю, что все люди должны знать своих героев, тех, кто борется и выполняет задачи государственные в любой момент, в любое время и рискуя собственной жизнью. Так что это достойное дело. Уже много лет в Крыму продолжается большая работа поисковых отрядов. Их около 20. В составе этих поисковых отрядов порядка 300 энтузиастов своего дела. Тех людей, которые за личные средства организуют огромную работу по установлению личностей погибших защитников Крыма в годы Великой Отечественной войны. Личности многих перезахоронены. Нагиные родственники. Это очень большая и очень важная работа. С 3 декабря на всей территории российского государства отмечается День пожилого человека. В Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов праздничное мероприятие, приуроченное к этой дате, прошло под общим девизом «День здоровья и дружбы». Для подопечных пансионата организовали прием высококвалифицированных врачей, а также художественное выступление студентов Крымского федерального университета. Поздравить пожилых людей с их официальным днем Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов пришли студенты-медики Крымского федерального университета. Для своего зрителя подготовили настоящий концерт с разнообразной насыщенной программой. Мы знаем, что здесь 420 человек находятся, из них 195 инвалидов, 7 из них участники Великой Отечественной войны. И Крымский федеральный университет, как мощная крымская организация, организация, выполняющая важные задачи в научной, образовательной, воспитательной сфере, считает своим долгом уделить внимание нашим ветеранам, поздравить их. Своим бытом в пансионате его жители довольны, особенно в последнее время, рассказывает инвалид Великой Отечественной войны первой группы Розалия Орлова, которая прожила здесь вот уже третий год. С момента долгожданного для нее исторического воссоединения России и Крыма пожаловаться не на что. Вы знаете, хорошо живется. За нами ухаживают и нянечки, и медсестры, и кормят нас отлично. Сейчас, да, сейчас уже жаловаться нельзя. Помимо торжественной части, поздравлений и настоящего праздничного концерта. Обязательно осмотр у опытных специалистов – кардиолога, невролога, гастроэнтеролога и других. Врачи провели приемы у людей, которые лежачие, которых мы не можем своевременно доставить на осмотр узких специалистов. Очень приятно, что нас не забывают, очень приятно, что люди не безразличны к проблемам инвалидов. Ну и, конечно же, цветы и подарки вместе с пожеланиями здоровья и долгих лет для каждого персонально. От цивилизованности общества, повторяют гости пансионата в этот день слова известной мудрости, можно судить лишь по отношению его членов к людям преклонного возраста. Егор Петрунин, Евгений Волговской. Служба новостей ТВ. В тот же день, 3 декабря, все российские юристы отмечают свой профессиональный праздник – торжество для специалистов права относительно молодое. Его утвердили лишь 7 лет назад указом президента страны. До этого в России существовали лишь празднования дней отдельных категорий профессии. Крымские юристы, на доле которых выпало непростое испытание, в кратчайший срок ознакомиться с российскими законами, также присоединились к празднованию. Адвокаты, нотариусы, судьи, следователи и представители других специальностей в офисе Министерства юстиции принимали поздравления от главы Республики, Госсовета и руководства профильного ведомства. По одной из версий, 3 декабря праздник юриста начали отмечать в России, потому что именно в этот день, 20 ноября 1864 года, по старому стилю, в стране был принят ряд уставов, послуживших основой судебной реформы. Однако много лет служители Фемиды ждали утверждения даты своего профессионального праздника, пока в 2008 году соответствующий указ не подписал президент. Крымские юристы, которые раньше поздравляли друг друга 8 октября, теперь влились в российскую семью работников права. Юрист – одна из самых объемных профессий, ведь в нее входят самые разные специализации – от адвоката до сотрудника ЗАГСа. Глава крымского Минюста Олег Шаповалов гордится своими подопечными. Отмечает, сейчас о его ведомстве говорят нечасто, а это признак хорошей работы. За время нашей работы, непродолжительной, можно сказать, Министерства юстиции, наш состав практически не изменился. Это говорит о том, что работники Министерства юстиции и его подразделения являются профессионалами с большой буквы и знают свое дело, знают свое место, умеют работать. Я надеюсь, что и дальше будет так. Коллектив наш дружный, и мы этому все рады. Работников юстиции поздравляли заместитель председателя Госсовета Республики, заместитель полномочного представителя президента России в Крыму, а также вице-премьер Галариса Апанасюк. Последняя честного служителя Фемиды не случайно, ведь заместитель председателя Совмина также юрист. По мнению Апанасюк, ее коллеги заслужили встретить праздник при свете, ведь они в том числе проделали серьезную работу, чтобы на полуострове стабилизировалась ситуация с подачей электричества. Для нас такой двойной праздник, не только для нас, но и для всех крымчан, потому что вчера президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин смог запустить до этого еще одну ветку электроэнергии на Крым, что значительно облегчит нашу жизнь. До этого предстояла очень большая работа абсолютно всех, в том числе энергетиков крымских и энергетиков Российской Федерации, правительства Республики Крым. Сергей Валерьевич Аксенова, Владимир Андреевич Константинов тоже с депутатским корпусом организовывали большую работу. Ну, я думаю, что мы справились. И юристы Крыма, они тоже внесли свою существенную, так считаю, лепту, в то, чтобы это все произошло. Почетные грамоты, именные благодарности, дипломы и знаки отличия от различных ветвей власти, членские удостоверения юристов России. А заместитель крымского министра юстиции Евгения Ростовцева теперь заслуженный юрист. Признание пришло спустя два десятилетия кропотливой работы в сфере юриспруденции. Ростовцева успела поработать и следователем, и адвокатом. Проблем при переходе из Украины в Россию, как и ее коллеги, не испытала даже наоборот. Адаптироваться к новым правилам было интересно. Мы очень много видим лучшего в российском законодательстве. Оно очень разное с украинским законодательством. Кое, что было лучше в украинском законодательстве, в законодательном поле. Это единобразие применения закона. Но работать сейчас другому юристу очень интересно. Особенно в другом. Быть юристом по-прежнему модно. В профессию, не боясь конкуренции, смело идет молодежь. На сегодняшний день действительно очень большая конкуренция в сфере юриспруденции. Но мне очень бы хотелось заниматься в данной области. Потому что очень хочется, чтобы в нашем обществе царили законности и правопорядок. И хочется внести хоть небольшой, но вклад в это дело. В будущем крымчане смогут претендовать на победу в номинации «Юрист года России» и этой премии. Работники права награждаются с 2009 года. Помимо Дня празднования, объединяющего все ответвления профессии, специалисты юриспруденции на протяжении года отмечают порядка семи торжеств узкого профиля. Есть у юристов даже религиозный праздник. 19 мая – День католического святого Ива Кермартенского. Это покровитель всех юристов, адвокатов и нотариусов. Тарас Брезинский, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были вместе с нами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова